В недавно выстроенной Покровской церкви архипастыри совершили литургию в сослужении духовенства Махачкалинской Владикавказской епархии. С инициативой о создании новой кафедры и об избрании правящим архиереем игуменов Орлама Пономарёва перед Святейшим Патриархом и Священным Синодом ходатайствовала Владыка Зосима. По завершении богослужения архиепископ поздравил прихожан храма с созданием новой епархии, в которую вошли в том числе православные приходы, расположенные на территории Ингушетии. Здесь, в Дагестане, Чечне, Ингушетии, народ православный есть, дети есть, молодежь есть. И пусть нас немного может быть, но это в роте православный, кто действительно прошёл все испытания, крепок духом, телом остались здесь. И несомненно, несомненно, вот наше малое стадо, оно разрастётся. Отец в Ролам тогда построил этот храм, и он будет полным со временем. Время только нужно. Всё будет в нашей стране, в нашем государстве хорошо. Архиепископ Зосима особо подчеркнул, что новый архипастрь хорошо знает Кавказ и за годы служения в Ингушетии снискал большое уважение со стороны не только православных, но и последователей ислама. Архипастрь выразил уверенность, что учреждение новой кафедры послужит возрастанию церкви и заверил владыку Варлаама в готовности оказывать необходимую поддержку. Приветствуя свою паству, епископ Варлам рассказал, что именно на этом приходе он набирался пастырского опыта, делал свои первые шаги в качестве священнослужителя. Архипастрь поблагодарил своего предшественника за доверие и неизменно тёплое отношение к православной общине республики. Вы знаете, что для меня это нарушает родное место, и все мы для меня родные. Я сюда приехал ещё будучи молодым священником, всего лишь было 23 года, когда я сюда приехал. И как бы вся моя такая жизнь, она и опыт, который набирался как священнослужитель в этом храме, да, то есть в Слепсовке, не в этом храме, но в Уловке, который был здесь, в этой республике. Поэтому всем вас благодарю. Буду стараться часто приезжать, служить, молиться. Прошу вас молить, молите за меня, потому что надо будет нам вместе трудиться. Что, как Владыка сказал, размножилась наша паспорт, умножилась и храм поклон. В заключении у поклонного креста, установленного на месте алтаря старинной Покровской церкви, архипастери совершили заупокойную литию по священнослужителям, принявшим в 1990-е годы мученическую смерть от рук террористов, протеерею Петру Сухоносову, бывшему настоятелю храма в станице Слепсовской, и священнику Анатолию Чистоусову, несшему пастырское служение в соседней Чеченской республике.